Здание присутственных мест, а простыми словами, управление губернией. Здесь работал вице-губернатором Салтыков Щедрин. Памятная табличка находится прямо под окнами его кабинета. Сюда приходил Сергей Есенин, отдавал в печать первый сборник своих стихов. Здание построили не случайно в строгом стиле. В то время сквера перед Кремлем не было, и по задумке здание не должно было отвлекать внимание от главной засопримечательности Рязани. До последнего времени здесь находилась обувная фабрика. Однако представители общественности считают, что это место лучше подошло бы для музейного комплекса. Например, вот представительство музеев Рязанской области. Каких? Константинова. Здесь может экспозицию свою открыть, которая предваряет поездку гостей в Константинова. Скопин. Фабрика керамика может выставить зал целый, огромный этаж себе занять. В городе Владимире подобное же здание губернского управления используется именно для этих целей. Там полноценный музей-заповедник. Владимир Суздальский объединенный музей-заповедник. Занимает вот то самое здание тоже 18 века, немножко похожий на наш. Раньше здесь была Стрелецкая и Слобода, а сейчас улица Новослободская. Изначально была застроена только одна ее часть, где находится этот сгоревший дом. С нее открывался вид на речку Лыбедь. Улицу даже планировали сделать пешеходной. По ней с почтовой можно было прогуляться до Кремля. Место это, несмотря на сегодняшнюю скромность, уникальное. Под асфальтом, по словам краеведа Игоря Канаева, сохранилось старое мощение. Его можно восстановить. Дом на Стрелецкой и Слободе тоже является памятником, но регионального значения. Пожар здесь произошел примерно 10 лет назад, и сейчас памятник деревянной застройки продолжает разрушаться. Это могла быть ювелирная, сапожная мастерская, шляпная и так далее. То есть внизу работала семья. Получается, первый этаж такой деревянный, жилое помещение с просторными жилыми комнатами, с печкой обязательно, возможно, с русской печкой, кухня. А светелочка верхняя была дана женской половине или детям. У детей у каждого был свой уголок. Памятник федерального значения Дашковская богодельня законсервирован. Инвесторы, которые мог вложиться в восстановление, так и не нашли. Здание построено в конце 18 века. Первым владельцем был купец Егор Фролов. В 1870 году дом выкупил меценат Василий Дашков. Он решил сделать здесь дворянскую богодельню для неизлечимых больных. Изначально она могла принять лишь 8 человек, но постепенно здание стали расширять. Вначале была сделана пристройка, верхний этаж которой занимала больничная церковь. В начале 20 века здесь сделали коммуналку, которую расселили всего два года назад. Последнюю и самую ощутимую потерю здание богодельни понесло. Тогда же вандалы украли старинную чугунную лестницу. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».